Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня в нашем обзоре мы расскажем вам про новую односпиральную дрипку от компании Digiflavor Ethno RDA. Атомайзер поставляется в белой картонной упаковке. Спереди нанесен логотип компании и надпись, которая переводится как «Рожденный для вкуса». Открываем коробку и первым делом видим дрипку в стальном цвете. Под поролоном у нас прячется три зиплока. В первом находятся два фьюзет клептона и четыре микрокойла из нихрома. В следующем зиплоке лежит два кусочка хлопка со специальным иглетом для более удобной установки. Также в комплекте есть большой шестигранный ключ для изменения обдува. И в последнем зиплоке находятся фирменный Т-образный ключ красного цвета, длинный сменный дриптип из жаропрочного пластика, два жиклера, изменяющие тугость затяжки, позолоченный пин, запасные винты для регулировки обдува, запасные винты и набора рингов. Перейдем к самому атомайзеру. Он выполнен из нержавеющей стали. Диаметр у него всего лишь 18 мм. Сверху установлен дриптип из жаропрочного пластика. Он крепится при помощи двух орингов. Также сверху есть специальная крышка из такого же жаропрочного пластика. Далее идет юбка. На нее нанесен логотип устройства, а на противоположной стороне есть большое отверстие для обдува. Внутри купола сферическая обработка. А сейчас поговорим про базу. Дека имеет две стойки для установки одной спирали. Спираль прижимается двумя шлицевыми винтами. Далее идет отверстие обдува. Винт, который отвечает за тугость затяжки, можно открутить с помощью комплектного шестигранника и полностью открыть обдув. Либо заменить джеклер на один из трех комплектных. В нижней части располагается позолоченный склонковый пин. Поскольку мы будем использовать данный атом на обычном моде, то возьмем комплектный пин и поменяем его. Теперь пришло время намотать дрипку и попробовать ее. В намотке мы будем использовать комплектный фюзет клептон на шесть витков. Для начала откручиваем два винта и вставляем спираль. Спираль должна находиться ровно над обдувом. Зажимаем винты, ровняем спираль и откусываем лишние кончики. Сопротивление до прожига 0,54 Ом. Выставляем небольшую мощность, в нашем случае это 20 Вт и начинаем аккуратно прожигать. Добиваемся того, чтобы спираль разгоралась ровно из центра. Продеваем хлопок в спираль, обрезаем его так, чтобы с каждой стороны осталось примерно по 1 см. Укладываем в ванночки и прокапываем. Использовать для этого мы будем новый вкус жидкости Iced Out. После прожига и установки хлопка у нас получилось сопротивление в 0,67 Ом. Рекомендуем выставить мощность в диапазоне от 30 до 40 Вт. Данное устройство позиционирует себя как МТЛ-атомайзер. Но если открыть отверстие обдува на полную, то можно наслаждаться большими облаками и отличным вкусом. С вами был Сигаретнетбай. До встречи на нашем канале. До встречи на нашем канале.